Обустроенное поле размером 20 на 40 метров с новейшим искусственным покрытием и ограждением стало отличным подарком для учебного заведения. В гимназии есть своя футбольная команда, которая теперь будет проводить тренировки именно здесь. Такой спортивный подарок с удовольствием будут использовать не только юные футболисты учреждения образования, но и местные жители. Площадка открыта для всех желающих. В администрации Ленинского района города уверены, что подобные проекты еще будут реализовываться на территории района. У нас около тысячи детей сегодня занимаются в кружках спортивных, при школах, в спортивных секциях, в спортивных школах, которые занимаются футболом. Для них это очень важно, потому что это то поле, которое готово в любую погоду принять и спортивные мероприятия, в том числе и обеспечить тренировочный процесс. В планах, конечно, у нас сегодня есть. И в первую очередь мы планируем сегодня устройство и проведение в порядок стадионов на Речице. Там находятся у нас три объекта спортивных рядышком. Это третья гимназия, пятая школа и двадцать седьмая школа. Сегодня они имеют один общий большой стадион. Вот на следующий год мы планируем, что приведем в порядок эту территорию. Практически построим новый стадион во второй школе САД, что на героев обороны. Ну и другие спортивные объекты, конечно, в учебных заведениях постоянно они поддерживаются и приводятся в порядок. Для того, чтобы выросли хорошие футболисты, надо им создать хорошие условия. И это один из первых шагов для того, чтобы у нас появились новые звезды белорусского футбола, чтобы у нас появились новые Василики, новые Олегновичи, новые Глебы. Поэтому это шаг правильный и без него мы не можем сделать дальнейшего развития белорусского футбола. Чтобы воспитать настоящего футболиста, необходимо не только чуткое руководство тренера. Важна и хорошая техническая база, обустроенное поле, удобный газон и качественные мячи. У учащихся гимназии номер пять теперь есть все возможности, чтобы добиваться высоких результатов. Право опробовать новое поле выпало, конечно же, хозяевам и команде средней школы номер 33. За время первого тайма у юных футболистов уже сложилось мнение о новой площадке. Играть уже стало удобнее, сетка есть, разметка. Все по-настоящему. Но пока это только начало. И все еще впереди. Главная цель проекта – популяризация здорового образа жизни среди подрастающего поколения, а также поощрение физической активности детей и молодежи. Играть на поле с искусственным покрытием можно будет круглый год, независимо от погодных условий. Новый спортивный объект стал достоянием не только гимназии, но и всего района.